сегодняшняя наша тема папа мама ну и дети да если они есть вообще разговор сегодня о составе семьи и кто в этой семье чем занимается что он должен делать напомню что мы уговорились уже договорились до того что семья это установление божественно изначально семья это то что начинается не усилиями людей которые в нее входят назначением этих людей то есть их назначают мужем и женой да не они сами это определять должны быть и говорили еще о подготовке к семье о том как человек как это сказать что он должен сделать для того чтобы понять готов ли он к тому чтобы вот эту семью начать с кем-то потому что семья строго говоря это такое большое строительство важное строительство дома своего и в этом строительстве конечно каждый человек который в этом участвует он вносит свой вклад свою работу какую совершает ну работу может быть не в таком смысле что по понуждению обязательно все а в смысле что он трудится что-то должен совершать такое и каждый соответственно в этой семье он на своем месте строится вот какие эти места сегодня об этом должна быть речь первую очередь минимальный состав семьи это два человека давить супруги них могут быть дети может не быть детей это не умаляет не прибавляет к семье вот по ее назначению потому что ее назначение это совместное такое следование к хрису спасения и вот получается что нужно бы немножко обсудить обговорить какие же у них функции какой у них дело в этой семье у каждого свое конечно в строительстве есть главный то это заказчик заказчик это господь бог то есть он определяет все самое как оно должно быть ну и подряд берут на себя минимум эти вот самые двое человек один из которых оказывается в лице мужа это бригадир то есть тот человек который принял подряд и должен был руководить работами как они должны совершаться то есть он ну бригадир хотите хотите руководитель хотите глава да вот можно так это разными словами назвать и какие у него качества для этого должны быть во первых конечно он должен быть человеком эти простые качества будем называть не высокие добродетели которыми мы должны быть стремиться конечно если бы мы не обладали вообще вопроса даже не было все бы было очень хорошо всегда если бы все были бы смиренные то можно было бы и не обсуждать тогда чё за семья да какая она смирение бы все покрыл конечно хорошо если человек который руководить работами он разумный то есть он понимает что происходит хотя бы да он может быть не умный в смысле эрудированные или там хорошо задачки решать а разумные смысле осознание да то есть понимание происходящего и от него требуется вот кроме разумности давайте еще еще раньше качество он должен раз он должен понимать что происходит но он хотя бы верить бога должен наверно да хорошо бы в идеале семье чтобы супруг верил во христа потому что если он не верить зачем ему тогда семья он ясно что не совершает строительство и не берет подряд он что-то свое делает так и вот это свое она может иметь срок годности может долгий срок годности иметь но все равно она когда кончается вот в отличие от того что богом дано и установлено человеческие все дела они ограничены поэтому если человек бога не верит и что-то строит он все равно когда-нибудь не то чтобы там разрушит или развалится это все но она кончится или разрушением или развалом или просто у него выйдет вот срок эксплуатации и все поэтому такое строительство без веры она не имеет такого смысла окончательно да и потом если человек не верит бога то вообще зачем ему семья общее хозяйство или ипотека с пониженным процентом то есть может быть да но это тоже ведь все очень ограниченное заканчивается ну вот выплатили ипотеку например не 25 лет а в 15 все можно разводиться или что нужно делать новую теку взять чтобы дальше продолжать жизнь семьей ну то есть это вот такой вот большой вопрос зачем это на самом деле дело когда мы одну как бы там ни было но все равно кончится если она совершается не ради бога поэтому конечно руководитель хотя бы он да он же источник получается он голова должен верить во христа верить быть разумным интернат михайловна предлагает чтобы понимать что почему ну и у руководителя его главнейшее качество обычно мы сразу на замах видит ли он какой ответственный что такое ответственность это не только разумность то есть как-то мне дети помогли раска дети наши школьники определить ответственность ответственность это человек который ну разумный то есть он немножко понимает что происходит и знает что делать и не боится делать вот такой ответственность понимающий знающий и и не боящийся какие бы последствия наступили он все равно примерно представляет что происходит и на что делать в этом смысле конечно опытный человек он ценнее качестве руководителя чем не упал поэтому замуж выходить за юного юношу и надо надо выходить за пожилого у него больше опыта это шутка подождите спокойно это конечно опыт он житейский конечно зависит от возраста но к сожалению получается что не определяется возрастом да можете очень пожилой быть и при этом вовсе не опытный совсем неразумный даже ну и основная движущая сила вот этого вот ответственности и опыта да это наверное такое хорошее качество отдавать его пожитейский определим вот не как высокий добродетель а чисто пожитейский это терпение руководитель он обязательно должен быть терпели основное дело которое на него возлагается это касается руководителя семьи и вообще любого другого руководителя он учить должен то есть он должен вот представьте себе человек взял подряд ему нужно значит каких-то людей подредить на выполнение работ да и объяснить им что делать давить то есть он же должен их научить получается и этот такой же руководитель то есть вот этот вот папа или отец то ну или муж это не важно как это называется все один тот же человек и вот он получается что должен быть таким терпеливым чтобы мочь учить потому что научение других людей это и вот его как раз и есть это ответственно он рассказывает показывает примером даст то есть и словами и примером управляет всех людей в семье кому что делать и как это и есть учеба да то есть он должен учить учебы бестерпения бывают потому что ученики они все бы были замечательны но у нас таких нет и ученики они всегда имеют недостатки мнения непонимания какие-то да и если учитель только учит и показывает пример и даже проверяет может быть но не терпит ну он может и не научить более если он не потерпит то получится что вот это в тупик зайдет учение объясняет а никто ничего не понимает что ему делать либо потерпеть и снова объясняет да либо все бросить как это к сожалению часто бывает вот то есть вот это качество подходящего ответственность терпеливость для того чтобы учить и так вот давайте вывод для папа то есть для мужа муж это человек который руководит подрядом он в первую очередь научает это его главное дело он не обязательно зарабатывать деньги не обязательно кормит это сопутствующие вещи да они могут быть но могут и не быть это не имеет значения решающего а вот учить им должен обязательно учить означает и следствие какое-то контролировать то есть что-то сделано и он должен это проверить правильно или нет но сделаем и таким образом этот круг учения замыкается задал задачу она выполнена или выполнена проверяет снова задает задачу и вот в этом деле совместного спасения он получается не только себе задачу задает как любой христианин который думает так чем я займусь в этот пост да что я буду делать так я возьму вот эту книжку потом в конце коста поста смотрит что он из двухсот страниц книги прочитал ты понимаешь что ну он тут или взял не по силам что-то или вообще ничего не сделал да выводы делает для себя какие-то порицания заносит это в личное дело свое берет на заметку и снова ставит себе какие-то задачи то есть мы вот так ведь пресс у нас происходит даже и духовной жизни то есть мы ставим задачи понимание какое-то происходит снова ставим задачу снова понимаем чего-то может быть ничего не добиваемся когда понимаем что наша цель не добиться сокрушится вот тогда начинается настоящая работа так вот в семье то же самое только для всех за себя из других также точно потому что они нуждаются в том чтобы им поставить задачу и проверить и вот такой терпеливый муж значит на второй компонент это мама или жена то что ей нужно для того чтобы она выполнял свои дела для этого чтобы это понять нужно определить какое видео дело какая функция главная помогать то есть она в этом строительстве не основная рабочая сила заместитель помощница да можно сказать вот помогать это значит по своей воле делать то что хочет другой понимаете как интересно получается то есть человек сам хочет хочет не того что ему нравится или нужно от того что хочет другой человек ну тогда ему могу помочь вот он там тяжести тащит какие-нибудь корячится мне вообще не надо эти его тяжести это вот он себе домой немножко картошки может тащить но если я хочу помочь я же делаю то что ему нравится и то что ему нужно или то что он хочет вот или тот что он мне предлагает сделать и вот получается что руководитель он предлагает и указывает а помощник он готов в этом поучаствовать для участия необходимы какие качества те же самые то же самое терпение нужно обязательно потому что руководитель то он ведь тоже не идеальный он же дурачок и ничего не понимает только и может что руками водить а в деле это ничего не соображает так ведь это он там у себя в кабинете а мы тут на самом-то деле вот в этом варимся и вот этот руководитель какой бы он ни был он замечательный хороший но не во всем разобрался и вот учить ведь не надо нужно ему помочь как помочь руководителю можно подсказать можно просто потерпеть ну хотя бы да хотя бы потерпеть любом случае вот давайте обернем это немножко научить руководителя не получится если он тупой и своенравный это вообще бесполезно давить представляете глупого и своенравного человека учить даже 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 вы к этой даже подступить не сможем к этому если он понимающий вникающий сообразительный да зачем тогда его учить можно подождать когда сообразит но самое то главное что раз бог установила такое такие параметры так скажем на такой состав семьи что один руководитель другой помощник они не одинаковые внутри и поэтому один друг другого один второго может научить а второй первого не может то есть руководитель муж он может научить жена например вы детей жена мужа научить не может не потому что она глупее его она может быть 300 раз умнее там в житейских в житейском деле как помнить или опыт не гораздо в чем-нибудь что там и никакой вопрос обсуждают но у него просто нет такого механизма он не услышит то что идет под знаком научения вот как только она соглашается там подсказывает отвечает на вопрос или на запрос все идет как как нужно да как только начинается научение вот он ничего не поймет это не только закон такой как бы теоретически это на практике кто не понял еще он может попробовать значит на самом деле он работает потому что так семья устроена помощник он хотя и имеет свое мнение свою волю свое понимание ведения процесса поделиться этим может только в том случае если его спросили бригадиру не надо советов пока он сам не попросит поэтому вот этот вот это терпение но как раз необходимо для того чтобы пережить время пока советов не просят может быть даже хлебнуть чего-нибудь до неприятного а потом когда совета попросили уже поскать как надо было делать чем молчала скажет тоже может сказать да такой своенравный бригадир он может вполне что ты чё почему мне не сказала вовремя ну сама фраза не работает а идея то может быть она же по-другому выражена хочешь я тебе подскажу не хочешь хочешь я тебе расскажу как надо делать вообще здесь вот или как я думаю например то есть предложить там можно так и то есть не то что можно в смысле запрета нет а в смысле что это может быть услышан я знаю он дурак да давай мне все деньги потому что все моих потрачен как не надо да может оно так и есть и он потратит как не надо но только так делать не надо потому что итог может быть даже он согласится скажет да пусть так там может даже не обвинить но только пользы не будет потому что в хозяйственном отношении выигрыш будет а в отношении душевном нет конечно это непорядок революция называется вот это революционная ситуация когда на школе у меня по крайней мере прям так формулировали что такое революция это положение которое реализуется когда верхи не могут они за не хотят а вот но тут нету верха и низа да помощник это ведь не подчиненный и не раб то это человек который равный ведь вспомним что как как бы внутри семьи не распределялись эти вот отношения но призвание того обоих людей ведь одинаковое тот и другой богом призваны к одному и тому же к спасению и к вечной жизни по отношению к внешнему миру они одинаковые то есть у них только между собой не одинаково есть внутренних отношений и все поэтому вот такого вот буквального разделения что есть подчиненный есть есть начальник не может быть это как раз кстати вот одна из болезней она правда редко встречается но все-таки бывает когда бригадир чувствует что у него как будто бы есть полная власть над человеком он заменяет себя собой бога это не так конечно апостол говорит что жене глава мужа мужу глава христос но вот это вот если забыть да что мужу то глава христос то тогда тоже могут быть нестроены не просто я главный а ты там делай давай что говорят это неправильно то есть это ну путь не не хороший потому что он означает забвение того что мужу тоже нужно будет дать отчет то есть бригадиру нужно будет перед заказчиком отвечать то что происходит поэтому может просто сделать что хочет он должен делать что нужно в этом смысле терпение она нужна не учить но и для того чтобы даже нетерпение то сказал простите другого качества еще хотел назвать общее для мужа и жены это самоотвержение на нем все основывается вот вспомним что господь бог говорит о том что нет больше той любви как если кто душу свою положит за других своя и вот семья это тот минимум то самое маленькое общество в котором это возможно то есть других может не быть вот на небитаемом острове люди оказались на супруге нету другого как у никакого человека ни за кого душу укладывать а этот то есть человек а что значит душу свою положить это значит самоотвержение то есть не сделать что я хочу а сделать что нужно и вот в этом смысле опять же внутри семьи у всех равенство муж он делает не что он хочет а что нужно для всех поэтому он не идет в бар после того как получил зарплату например какую-то хотя ему может быть это очень хочется друзья им посидеть даже ничего неприличного просто время провести до пообщаться поесть там не знаю попить потратить на это время вот это вот как бы мое вроде когда и деньги тоже вроде как мы я же сам заработал но он должен сообразить а это полезно для семьи или нет жена в это время будет там плакать и ждать и ужин там приготовить например а он время проведет друзьями то есть себе получит а для семьи это не полезно и вот в этом выборе он должен сделать выбор не в пользу жены одного человека подчеркивайте слова обратите внимание не в пользу жены в пользу семьи то есть не от никому-то одному он должен а в общем он должен бы сделать правильный то же самое и супруга то есть она может сделать для себя может делать не для себя а для семьи но только вот разница между ними в том что у мужа сложнее задача в этом отношении он должен отчитываться то не перед людьми которые мы уверены а перед богом только да выходит что ему труднее определить а что же правило жене ну и детям тоже за который мы сейчас начнем разговор им проще потому что у них есть видимый человек который задает эту задачу да и можно пить его на все и вот его конкретно послушаться это и будет прижавлено к их вот этому самому самоотвержение то есть если муж сказал жена послушала все это и есть самоотвержение я хотела по-другому но сделала как он попросил или как он вот как как ему удобно вот не всем на моему и одному вот и этого достаточно для нее также точно с детьми я хотел вам по-своему но мама сказала вот так а там или отец да так и надо сделать все какие вопросы вообще детям никаких все что им нужно это слушаться всего на все и все будет нормально а у мужа нет таких такого вот а такой опоры потому что он не может послушаться жена ответьте как у него трудно задача получается ему нужно все сверять заповедями божьими это ведь известно что непросто да то есть конечно есть универсальные законы да как хочешь чтобы с тобой поступили так это и поступай вот от души своей отвергнись да как вот это вот определить что мне хочется для себя что мне хочется вот для всех или там для нее например вот тут начинаются трудности и вот эти трудности ему приходится уже без помощи решать в одиночку скорее всего поэтому вроде как одно дело общее и качество похожие могут быть но все таки работа разная совершается в семье это сам ну вот подождите 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 я сам собьюсь нам еще проговорить нужно вот один и остаток я сказал да это деспотизм такой что муж не думает про всех других а думает только про себя все другие получается средства для удовлетворения его прихоти или цели как вот это неправильно потому что вот этим самым как раз проявляется не любовь а противоположные качества другие недостатки какие могут быть то же самое может совершать и жена делать не для других не для мужа а для себя чтоб ей было приятно и удобно и этим может обладаться многие вещи которые как будто бы для всех делаются например я куплю себе эту кофточку ему понравится на самом деле ему понравится да то есть это для него сделано точно или это мне вот эту кофточку прямо охота и у подружки такая же вообще ну да у подружки вообще видела такое и мне очень понравилось это тоже труд получается отделить вот свою прихоть например которую допустим недеспотичный муж ну как бы не закроет на это глаза и не обратит внимание что там чего-то она там купила то есть не будет он это контролировать понимаете если он это не контролирует это не значит же что это правильно это может быть и неправильно так вот такое самоотвержение оно должно быть и у жены тоже то есть не как я хочу а как ему правильно ну нужно хотелось бы как бы он как бы он одобрил да хотя бы так проще всего конечно спросить если такой возможности нет можно хотя бы обдумывать как другой человек к этому бы отнес другие недостатки это устранение себя от вот этого своего главного дела то есть самый простой классический случай муж не хочет ничем заниматься таким да то есть общей известной снести и думать про семью потому что это же труд да то есть как раз не делать как хочу а жена или одновременно с этим или просто отдельно от этого явления тоже может не желать слушать себя не желать быть в положении помощника но с этого момента даже можно не говорить о последствиях которые будут главное что вот само по себе вот это положение когда муж не желает и не старается быть главой или когда жена не старается быть помощницей вот все это достаточно для того чтобы считать что это неправильное строительство и она уже делается делается по тому плану который совершен который дал заказчик господь бог соответственно раз она не по плану значит она неправильная и строительство это во первых безуспешное было во вторых за него ответ человек принесет богу то есть ты почему не был главой семьи да ты почему не помогал муж вопрос будет на суде задан человеку который был в браке что просите порой такие семьи очень даже счастливые счастливые здесь жена лидер все было себе муж как получается пусть она счастливая да потому что цель другая хозяйство общее и там взаимное удовлетворение прихоти и все мужу хватает того что его кормят ну как скотину же кормят и мужик кормит скотину получше ой наоборот наоборот указывать сделать пол да он как лошадь да то есть он вот лошадь это хорошее вообще полезное очень животное оно делает много такой работы которые человек не может совершить да лошадь справляется с этим человек не может в телегу впрячься и вести груз да и также точно муж это классное средство для того чтобы сделать то чего не могу но это неправильно и поэтому хозяйство от этого не страдать может а душа страдает точно потому что она не на своем месте находится и те качества которые должны в ней возрастать они не возрастают а которые должны стираться они не стираются наоборот гордыня и своеволия цветет и пахнет какое же там самоотвержение конечно же нет никакого самоотвержения при том конечно в таких случаях часто человек думает так я же для семьи и делаю то есть я делаю уже как лучше я же понимаю лучше него да как это все устроить но вот это как лучше оно касается именно только хозяйства больше ничего и муж так удобно тоже потому что от него не требуется ни за что отвечать он реально как лошадь отработал в хлеб или как лошади называется конюшню да зашел в конюшню там овса пожирал сколько хотелось попил все что еще от него требуется тепло хорошо почистили его там от мыли от всего нормально больше ничего не надо как бы да это нормальная жизнь но она лошадиная можно так жить только тогда надо признать это что мы живем тогда как вот не как семья да не как супруги а как хозяин лошади конечно много других настроений может быть также но основные это вот эти два главных первое это такой вот деспотизм да когда человек забывает что он перед богом отвечает и поэтому использует другого человека для прихоти своей да ну то есть муж деспот жена при этом понятно что и страдает и тоже не на своем месте потому что ей тоже удобно не помогать и не вмешиваться а просто плыть по течению да ничего не предлагать и не смиряться никак а осуждать его и в этом тоже живет семья муж значит пользуется и как опять же как каким-то там не знаю животным или мебелью какой-то для украшения для того чтобы вот удобно ему было да а жена при этом живет вот в этом состоянии как бы ее притесняет но она зато может осуждать того кто ее притесняет то есть у нее всегда есть враг которого можно осудить это очень тоже удобно потому что тогда внешних врагов нету со всеми мир все хорошо только внутренне страдает человек очень от этого потому что гордыня укрепляется и становится человек хуже да а вторая второй достаток вот такой основной главный это наоборот когда жена и на своем месте и берется за управление за бригадирство муж от этого отстраняется не хочет самое простое такое очевидное и злобное часто встречающиеся последствия этого это ну уход из семьи формальный или неформальный или пьющий муж например представим себе вот обычное положение человек проработал устал там на своей какой-нибудь работе за целый день и надо бы ему вернуться домой как-то вот отдохнуть утешиться пообщаться со своими домашними да а там в этом доме его ждет жена и у нее уже там список чего он там ей должен а он это все как бы не решал то есть не желал этого и как бы он согласен уже что этот список есть и с женой даже согласен наверное и не хочется ему никак это менять и вмешиваться но это же тяжело поэтому лучше он завернуть по дороге ну раньше в гараж сейчас в гараже чуть мало стало вот сейчас проще можно там в пивнушку какую-нибудь зайти там или просто к другу у которого жена в отпуске в это время и как раз можно значит без нее там делать что хочешь пожаловаться друг другу там опять же там поосуждать ну то есть нету дома утешения иначе оно будет в другом месте вот и человек был бы может быть и так бы себя не вел если бы у него была возможность и силы то есть я не говорю что кто-то из них виноват это обоюдно каждый на своем месте это как бригада каждый стоит на своем месте и все работает сместился поменялся пошел в другое место какое-то ну подавать некому клеить некому там все 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 перепуталось ничего не работает так в эту бригаду иногда вступают еще вольнаемные это дети то есть значит бригадир и помощник они понятное дело один раз заключили контракт с высшестоящей организации взяли подряд и все им деться уже больше некуда а вольнонаемные они вроде как их подобрали откуда-то то есть они у них выбора не было то есть они просто здесь возникли это вот очень отличает детей от create взрослых в семье у взрослых был выбор как бы там ни было правильно они его сделали неправильно готовы они были не очень готовы разобрались кто есть кто не разобрались за то вы, вышла замуж из-за того не важно все равно один раз в жизни человек это принял решение сам. Каждый из них. Один сделал предложение, а другой согласился. Оказывается, правда, так это шаг в сторону. Ладно, наоборот. Я еще пока на практике не видел, но рассказываю, что такое случается. Одна сделала предложение, а другой согласился. Такое случается, видимо. Это смешно, конечно. И неправильно, конечно. А дети, у них нет такого выбора. Они ни на что не соглашались. Они просто родились и все. Но сначала, прежде детей, давайте один вопрос. Если детей нет, полноценная это семья или нет? Полноценная. То есть, и может не быть детей. Но если детей нет, почему? Потому что Бог не дает. Он определил этим людям, без детей. Тогда они спокойно себе живут. от этого не страдает назначение главной семьи. Оно все равно спасение за их. Я имею в виду неполную семью. Подожди, про это поговорим тоже. Не помню. Сначала про детей. О чем дети? А, ну да. То есть, может не быть их. Может не быть. Совсем другое дело, когда люди, вступившие в брак, не желают иметь детей принципиально. То есть, не просто они там отложили, там, что-то не поняли, не разобрались, да. А именно, вот не хотят и все. То есть, им хорошо вдвоем. Им очень нравится время проводить вместе, да. Там, они друг друга, типа, любят, как будто, как им кажется, да. Но препятствий никаких нет, и они детей не хотят рожать. И даже для этого ничего не делают. Правильно это или нет? Это неправильно. То есть, семья без детей может быть, но не тогда, когда люди сами это решили. То есть, в этом отношении вот у них явно действия заказчика происходят. То есть, Бог дает или не дает. Человек может, не должен бы это решать. Конечно, бывает, опять, еще один крайний случай, когда люди, находясь в браке, понимают, что они живут, ну, то есть, они вышли в брак, в смысле, вступили в брак, да. Не то, чтобы не по своей воле, но, видимо, по необходимости какой-то. И поняли обоюдно, что вот брак-то им и не нужен был. И что, наверное, они, вообще-то бы, лучше бы им спасаться в одиночку. И тогда они живут, ну, как люди в общежитии, да. Такой монастырь семейный получается у них. Когда оба оказываются вот такими вот одинокой жизнью, да, аскетичны весьма. Спасаться пытаются, да, работают над собой. Вот. И при этом вот эти всякие работы, хлопоты и семейные дела, вот они не через них спасаться пытаются, а по-другому как-то. Ну, это редкий случай, которые мы, пример, таких семей видим, да, но они бывают редко. Ну, и потом это должно быть по согласию. И в тех случаях, которые, вот я сейчас на память вспоминаю, люди, которые вступали в такой брак, они изначально не хотели этого брака, но подчинялись воле родителей, там, общественности какой-нибудь, да, то есть, ну, например, был такой индийский царевич, который вступил в брак, потому что, ну, он царевич, его как бы, особенно это и не спрашивают, за кого там, кого, брать там, не брать, романтики всей этой никакой нет. Но вступив в брак, он объявил супруге, что он не желал этого, и просил у него прощения для того, в том, что, ну, вот он, может быть, какие-то ее надежды не оправдал, и предложил ей вот жить безбрачно, ну, как брат с сестрой, да, даже не разделяя никаких, ни дел, ни хозяйства, ну, как бы по отдельности. И оба эти человека вот так и жили. И другой случай вспоминается, это святой Алексей, человек Божий, может, такого знаете святого. И вот похожая ситуация, тоже он вступил в брак, оставил свою жену, в тот же день, да, и ушел странствовать. Китаться все оставил, короче, все бросил, Бога ради. То есть не просто все бросил, потому что неохота с этим разбираться, а потому что вот то, что в мире все заботы и хлопоты, они ему на тот момент уже были совсем чужие. То есть он к моменту вступления в брак был в состоянии, ну, знакомого, относительного совершенства по нашим меркам. И поэтому брак ему вот мешал бы. То есть его скорость движения к Богу гораздо больше, чем то, что можно было бы осуществить в браке. Вот. И он не только от брака отрекся, но и от родительского дома, от имущества всякого. Ну, такое полное самоотвержение. Это редкий подвиг. И он не совпадает совсем со случаем, когда семья решает жить просто без детей, хотя при этом и общее хозяйство, и супружество, и все прочее, да, между ними, между этими людьми. Почему? Потому что они просто хотят жить в своей удовольствии. В этом случае опять вот это вот изначальное установление, что Бог это определил, и для чего оно нарушается. Велено спасаться людям, предлагается, вернее. И для этого предложен механизм, семья, способ. Они взяли способ, а спасаться не желают. В таком случае как раз получается, семья без детей, живем в своей удовольствии. Если детей нет, потому что, не потому что родители не захотели, а потому что Бог определил жизнь бездетную, ну, значит, это вот их особенность такая, опять же, да, уникальная. Их, ну, как говорят, крест такой, в каждой семье свой. Ну, так вот, все, бездетные, без детей проговорили, да, теперь вот дети есть. Они не имеют выбора, эти дети. Поэтому они в этом смысле в другом положении находятся, да. Получается, ну, раз они добровольно не вступали в это строительство, их нужно к этому строительству, во-первых, привлечь, а во-вторых, научить. И опять, все это строится на отце, потому что он главный учитель в семье, никто не будет другой. То есть вот и по отношению к супруге муж учител, и по отношению к детям отец тоже учитель. И вот главное, чему он должен их научить, это именно ради чего вообще они тут вообще существуют, да. Почему они в семье оказались-то, да. То есть семья для детей, это такое, ну, в хорошем, в лучшем смысле школа должна быть, да. Они самому главному в ней должны учиться. И вот мы отдельно про это будем говорить еще. Какие там трудности бывают в этом научении. Сейчас мы говорим только про место, да, в семье. Раз они учатся, и в семье есть главный человек, есть помощник, они явно на бригадира не тянут, потому что ничего не умеют, да, пока еще. То есть они не в курсе, что происходит. На помощника тоже, потому что помощник это полноценный человек должен быть, да, он должен знать, о чем речь. А они еще не понимают даже, что это место спасения. Выходит, что они такие вот разнорабочие, которые у всех находятся в подчинении и послушании. Им какое качество требуется? Терпение. Ну да, терпение. Терпение и послушание. Но с ними проблема какая? Какое бы ни требовалось, человек, который вступает в брак, он это хотя бы может осознавать, а дитя не осознает, что ему требуется. Зато у него есть бонус. Оно, это дитя получило в готовом виде все качества, которые ему сообщили родители. И вот эти вот качества как раз, они и начинают работать. Поэтому дитя, у него две, два дела. Первое, это, конечно, вот разнорабочим быть, да, таким, то есть помощником помощников, да, и в этом смысле детьми, ну, к сожалению, иногда затыкаются такие недоработки, которые вдруг вылезают, да, ну как вот, что-то из строительства вышло, и произошло не так, как должно быть, да. Кто побежит исправлять? Ну, это первый попавшийся, кто под руку подвернулся, вот туда вот, заткнули дырочку, и хорошо. А потом думают уже, как ремонтировать? Вот с детьми так же происходит. И еще дети, это отражение. Вот в чем их важная функция, да, такая. То есть это, как бы, посторонние, как бы аудиторы такие, да, только они этого, конечно, не понимают. То есть в них отражаются те вот качества и устройства, и те действия, которые совершают родители. И то, что они совершили до того, как они в брак вступили, и то, что они в браке делают, да, все это отражается на детях быстрее всего. То есть они такой чувствительный, очень инструмент строительства семьи. Ну, по отношению к детям, конечно, много всяких может быть настроений. Давайте обсудим одно только, которое от них бывает. То есть когда они не на своем месте. Какое это место? Самое распространенное, это когда дитя оказывается в центре семьи. Да, то есть когда невольно, неявно, но ребенок руководит. Это только родители так могут сделать. Столько они могут его в центр поставить. Все для него. Конечно, у матери это как будто само собой естественно. О нем же надо позаботиться, особенно если ребенок совсем маленький, да. И вот эта вот естественная забота, она, к сожалению, затмевает все остальное. Часто так бывает. То есть только для него, только про него и думает мама, да. А на самом-то деле есть ребенок или нет, и что с ним происходит, это всегда второстепенная вещь. Первостепенная это муж. Ну, пример из книжки. Почему говорю из книжки? Потому что его и прочитать можно, и много раз, наверное, кто-то его слышал. Это пример такой. Там описывает женщина, которая попала в гости к своей подруге. на дачу. И вот они там все потрудились вместе, там что-то поделали. Вот и подруги там дети, муж, то есть вся семья. И вот они собрались к обеду. И мужу говорят, ты иди-то погуляй, сейчас я детей накормлю, потом придешь, поешь. Мотивация какая, что ну как, вот эти вот, им скорее надо, они терпеть не могут, да. А ты же можешь потерпеть, вроде как, тебе надо там, как следует сесть, поесть, по нормальному. Вот это, и подход вот этой вот подруги, тот человек, который описывает это, осуждает сразу. Как же это так? Вот же у тебя муж есть, ты про него подумай сперва. То есть, сначала начальник, а потом все остальное. Могут там они терпеть, не могут, это не имеет значения. То есть, отец все равно в первую очередь, он был. Недавно мне попалось такое, один знакомый в социальных сетях переслал такое описание, переживание папы, который задался вопросом, он говорит, так, интересно, вот про мам много чего рассказывается и говорится, а папа нормальный, где-нибудь изображен в каком-нибудь мультике или в песенке в какой-нибудь? Искал, искал и не нашел. То есть, про маму куча всего. Какая она там нежная, самая дорогая, близкая, замечательно хорошая. А про папу хоть что-нибудь? Есть песня про папу. Да? Какая? Папа может? Да. И что там папа может? Только мама не может. Только мама не может. Да? А вы содержание, помните этой песни? Папа может вот это? Ну, конечно, да, мы с папой порешали все, да? А потом с мамой перерешали за 15 минут, что с папой сделать. Да. То есть, это песня не про идеального отца. Она не показывает, что папа мой герой, да? Она показывает, что папа это какой-то недоработанный, инфантильный какой-то человек. версия не та. Другого не было, просто маме пришлось с этим вот мириться. Ну, и теперь мне с ним тоже приходится мучиться. Примерно так. Но он хороший, добрый. То есть, вот, ладно, еще варианты. Знаете, ну, я не только вот этот вот этот текст, который я читал, да? Он поводом был. Я так вот поковырялся в память, ничего не вспомнил, тоже не смог. просто, где я хороший отец изображен. В лучшем случае, там, ну, богатырь, может быть, да? А у Ильи Муромца, там, или у кого-нибудь из богатырей, ну, или с Ильей Муромцем понятно, он там, схемник. А у кого-нибудь из богатырей про него семью что-нибудь говорится? Не помню такого, что было, да? Про какого-нибудь хорошего человека говорится, про отца, что вот он нам известный, и он отец, да? И он ставится в образец, вот он какой семьи нет. Мультик про волка и теленка. Папаню. Ну, да. Папаню, которую сначала вообще-то хотел съесть, но потом передумал. Ладно, с натяжечкой можно быть, это на папаню и похоже, да? Там мамани нет. Опять дефект какой-то. Я уж, вот слово муж, оно что значит? Вот в творчестве наших современников ничего хорошего. Обычно. Почему-то. То есть, вот это ведь большая беда. Получается, это показатель того, как обычно мы относимся. То есть, отец, это что-то какое-то вот со мной не связанное, да? То есть, и ребенок это так и воспринимает. Он не видит в нем учитель, главное. Он не видит в нем того образца, который должен быть. Почему? Не только потому, что этот образец слился куда-то и нет его вообще на самом деле, физически он не присутствует. Не только потому, что он устранился от воспитания, работает с утра до вечера и все. А потом, не только поэтому. Это тоже причина, конечно. Это тоже неправильно. Опять, как бы, отец на месте мужа есть, а на месте отца его может и не быть, да? Вот муж есть, а отца нет. Такое может быть. Но это еще и потому, что мать, она вот такой вот, как бы, со всех сторон облепила этого человечка маленького или нескольких человечков, если несколько детей. И туда доступа даже отцу нет. Чаще всего. То есть, ее недостаток тоже тут есть. Ну и дети тоже. То есть, они ищут, не то, что ищут. Если им не дали возможности, то они смотрят в разные стороны, но только они на отца с матерью. Соответственно, и воспитываются так. Понятное дело, что, вот особенно на детей направлено было воспитание советское. Все лучшее детям, да? А почему детям, а не отцу лучшее? А кто это все лучшее? Почему государству это дает, а не семья? Почему не через семью это происходит, а непосредственно через государство? То есть, это, мы, к сожалению, наследники вот этого. Вот. И поэтому современные отцы, ну, это непонятно. То. Для детей не очень понятно. Потому что отцы не очень современные, правильные, да? Матери не совсем делают то, что нужно, не в своем месте. Ну, и дети тоже оказываются в положении, когда вокруг них мир крутится. К сожалению. Но последствия войны, мне кажется, еще и безбожьей. Безбожьей в первую очередь. То есть, смысл семьи, его вообще нет. Нет Бога, семья бессмыслица. Раз бессмыслица, то ребенок ее ощущает только как какое-то средство, да? Мне что-то должны, ну, потому что я сам не могу, и все. То есть, это общество так действует на ребенка. Все ему должны. А как только перестали быть должны, ну, тогда оно и не надо. И вот он пошел из семьи, там, зарабатывать или не зарабатывать, ну, что-то делать. Когда-то это хорошо, а когда-то, наверное, совсем плохо. И еще проявляется это в том, что вот это вот отсутствие понимания, что я часть семьи, да, у детей, которая требовалась бы от них и нужно бы в первую очередь воспитывать, но они только жертвы этого, да? это отношение к другим таким же. То есть, братья и сестры, они могут мешать, да, ведь? Конкуренцию составляют, потому что вот есть один пирожок и его делить на всех, что ли? А так я один бы съел, например. Может быть, вот этих второстепенных вот не надо, вот они другие. Вот. Ну, это вот беда детей получается. в большой степени потому что родители такие, да, то есть мы в наследство передали эти качества и возращиваем их. Поэтому с детей как бы спроса там меньше. Потому что не они инициаторы этого самого. Не они с них ночевать, что ли, да? Не они вступили в семью, они в ней просто растут. Что с этим делать? Вот давайте я скажу только в двух словах, а в следующие разы мы по отдельности эти вопросы будем обсуждать. В общих словах можно как сказать, что когда что-то не так работает, вот как мы делаем в любом механизме, в любой бригаде, мы просто расставляем все на места, да? Вот беспорядок какой-то, мы поставили все на место, механизм запустили, и вот он должен работать. Поэтому когда все расставляется на свои места, можно начать работать, хотя даже можно строить семью, хотя она могла до этого времени много лет существовать неправильно. И даже если один из винтиков, одна из частей этого механизма мама или папа, муж или жена, или муж или жена, да, вот кто-то из них, из этих главных людей становится на свое место, то второй мало-помалу он просто тоже на свое становится, потому что они как шестеренки, они друг друга как бы зацепляют, да? И вот если одна работает правильно, то вторая ей волей-неволей приходится зацепляясь за другую вставать на то место, которое предназначено в семье, тем более место это правильное, оно такое, предназначенное для этого человека. Ну и чтобы семья функционировала и устроена была нормально, правильно, то есть, чтобы у нее была глава, папа, муж, и помощница, мама, жена, ну и дети, есть они или нет. Для этого нужны главное качество это терпение и самоотвержение. А прежде всего самый принцип веры во Христа. Вот теперь задавайте вопросы седмина.